Палестинский капкан. Олег Адольфович за 17 октября 2023 года. Но прежде чем продолжить, хочу напомнить, что мой канал существует только исключительно на ваши пожертвования и нуждается в помощи в распространении публикуемого контента. Спасибо за понимание. Поехали. Доброй ночи, имперцы, имперочки, имперчики. Вот не отпускает нас тема противостояния Хамас и Цахал, но это всего лишь внешняя атрибутика целого ряда событий, которые давно вели к подобному плачевному результату. Так что давайте проясним несколько фактов, поскольку ретроспективный взгляд всегда полезен для осмысления сегодняшних итогов. В свою бытность президентом Америки Дональда Трампа отношения Москвы и Киева не интересовали совсем. К Трампу можно было относиться как угодно, но одного у него было не отнять. Он очень четко артикулировал стратегические цели США. Ни России, ни взбесившегося хутора в этом списке не было. Но если обратить внимание на приоритеты Дональда Фредовича, то они выстраивались в весьма четкую фигуру из трех пальцев. А целями этой фигуры были Китай, Иран и Северная Корея. Именно в таком порядке. Другой вопрос. Позволял ли Конгресс США реализовать эти стратегические цели? Да, естественно, нет. Трамп был настолько раздражающим фактором для главных демократов, что палки в его колеса вставлялись автоматически. Просто потому, что это были цели Трампа. И никого не интересовало, насколько они являлись целями самой Америки. Именно Трамп инициировал соглашения Авраама, которые, в свою очередь, должны были быстро нормализовать отношения между Израилем и арабскими государствами. После этого предполагалось, что арабы начнут драться друг с другом. Раз уж исчезает общий враг, то всплывают причины для очень старой вражды, которой уже не менее тысячелетия. Вместо Израиля раздражителем должен был стать Иран, что категорически не устраивало власть страны с почти 90 миллионами жителей. Соответственно, Тегеран был кровно заинтересован в срыве этих соглашений. Свои резоны в срыве соглашений были и у Китая, и даже у России. Напомню, что недавняя договоренность между Индией и Евросоюзом о создании крупного международного торгового маршрута тоже стала причиной для того, чтобы прямо по пути прокладки этого маршрута все взорвалось. И лучшего места, чем Израиль, придумать было просто невозможно. Почему это важно для Пекина? А потому что именно Китай усадил за один стол персов и саудитов. Ровно так же, как и ранее Россия садила за стол переговоров тех же персов и турок. Противоречий между тремя региональными державами всегда было хоть отбавляй. Но китайцы сумели заинтересовать всех экономикой, вернее выгодой, которую должен получать каждый региональный лидер от сотрудничества с Пекином. Саудиты продают нефть, персы, нефть и целый ряд нужных Китаю ресурсов, а турки являются перспективным торговым хабом прямо на пороге Евросоюза. Тем более, что Турция так и не стала страной ЕС и не подчиняется его внутренним законам и ограничениям. Почему это важно для Москвы? А потому что дружба с Эр-Риадом и другими столицами стран залива, с той же дохой, к примеру, позволяет контролировать мировой рынок нефти и газа. И России тоже не нужен торговый коридор между Индией и Европой. В Москве куда интереснее быть ключевой частью торгового коридора Север-Юг, который будет объединять Пакистан, Индию, Иран, Афганистан, Азербайджан и ряд стран постсоветской Средней Азии. Если исходить из этого, то Россия просто обязана была поучаствовать в этой славной заварушке. Почему это важно для Тегерана? По нескольким причинам. Во-первых, снос газа и геноцид палестинцев заставляет все арабские страны нервничать. Мало того, эти события полностью перечеркивают соглашение Авраама. Если КСА не вмешивается в ситуацию, хотя бы на дипломатическом и политическом уровне, влияние королевства в арабском мире будет стремиться к абсолютному нулю. Кто бы как ни относился к палестинцам, они в первую очередь арабы. И только во вторую – братья-мусульмане. Во-вторых, прямо на наших глазах возникла конкуренция за влияние Пекина. А товарищи китайские коммунисты уже вполне официально заявили, что Израиль перегибает палку в секторе газа. Сильно перегибает. В условиях нового мира в регионе возник тандем двух влиятельных сил. Россия воздействует на арабский мир политически и военным путем. Китайцы работают на всем экономическом фронте. Злить ни Москву, ни Пекин особого желания не просматривается. А то, что в Вашингтоне сидит отец деменции, скорее отворачивает арабский мир от Америки. Но не любят там слабых и малоразумных властителей. Это Восток. Понимать надо. В-третьих, это борьба за лидерство. При нормализации израильско-саудовских отношений над Ираном и Йеменом повесла бы настоящая угроза, ибо никто на Востоке не любит слишком гордых. А Тегеран именно таким себя и показывает. Лидерство бывает разным. К примеру, КСА и ОАЭ являются лидерами ОПЕК. Афганистан является кузницей Талибана, Аль-Каиды и еще кучей исламистских направлений и формирований. А Иран – лидер в географическом смысле. Слишком уж удобно он расположился на карте. Тут тебе и контроль над Армузским проливом. 30% мировой нефти идет через него. И контроль над Баб-Эль-Вандепским проливом в Красное море. Его как раз контролирует Хусид и Йемена. И прямая сухопутная связь с Индией через Пакистан. И границы с Афганистаном, Туркменией, Азербайджаном, Арменией, Турцией и Ираком. Короче говоря, самая удобная логистика в регионе. И даже почти граница с Россией через Каспийское море. Почему это важно для Турции? Все просто. Братья-мусульмане – одно из главных религиозных течений у турок. Братья по идеологии, если хотите. И только одна страна, которая с 2016 года занимается доставкой гуманитарных грузов в секторе газа. Более того, палестинская диаспора Турции связана с сектором родственными узами. А это на Востоке очень важно. Кроме того, палестинская диаспора имеет влияние в турецком парламенте. И является органичной частью большинства партий в стране. А какой президент будет резать курочку, если то практически каждый политический цикл приносит несколько золотых яичек? И вот теперь, если Израиль все-таки ратифицирует соглашение Авраама, это будет означать две вещи. Либо королевство выходит из соглашения по своей воле, либо Иран разрывает все отношения с королевством и опять запускает в бой хуситов. А хуситов в заливе уже наелись до зеленых соплей. Те никогда не стеснялись нападать даже на военные суда, в том числе и американские. А уж на суда и порты своих заклятых друзей-саудитов нападать им сам Аллах велел. Но куда важнее то, что соглашения сейчас больше нужны Вашингтону, чем Израилю. Именно они были ключом ближневосточной политики Америки все последние годы. Именно на них Белый дом возлагает очень большие надежды. Причем совершенно не важно, кто сейчас нагреет табуретки, Байден или Трамп. Трамп только запустил этот процесс, но Байден не готов от него совсем отказаться. 7 октября 2023 года пустило эти соглашения под откос. Теперь у Вашингтона куда меньше рычагу влияния на королевство и другие страны залива. Хотя, скажем честно, их и так было немного. Демарши Сауда-младшего показывают это как нельзя лучше. Сейчас вообще не важно, чем и когда завершится эта схватка гадюки с жабой. Куда важнее, что она нанесла политическое поражение и Израилю, и США. Одно то, что разведка не разведала, а армия не смогла оказать сопротивление на должном уровне, уже говорит для арабов о многом. Это доказывает, что Америку и Израиль можно застать врасплох. Но еще куда меньше людей знает о том, что еще с 2006 года Америка уговорила сектор газа принять финансовую помощь в обмен за отказ от мыслей о своем палестинском государстве. Как видим, палестинцы сектора долгое время очень правдоподобно изображали, что они согласны с этим предложением. Настал день, когда все маски были отброшены, и Израиль попал в идеологический и религиозный капкан. Попал вместе с Америкой. Ну а то, что это случилось одновременно с окончательно захлебнувшимся контрнаступом, с полувековым юбилеем войны судного дня, с подготовкой китайцев к операции на Тайване, с оформляющимся торговым коридором из Индии и даже с днем рождения Владимира Владимировича до продлеталах его дни, это все совпадение. Не более чем случайное, с течением всяких разных обстоятельств. 19 спецслужб США не дадут соврать. Воистину вам глаголю земля налетит на небесную ось. Вот прям Вашингтоном и налетит. Ибо достал уже всех, даже небеса. Олег Адольфович. Палестинский капкан. Олег Адольфович. Продолжение следует...